Социальная сфера в приоритете. Самые острые вопросы решают в спорах. Молодые думцы поддерживают ветеранов, людей с ограниченными возможностями. Новогодний вечер, интегрированные шахматно-шаршечные турниры, различные развлекательные, спортивные, интеллектуальные конкурсы. Очень важным мероприятием, считаю, летние выезды людей с ограниченными возможностями на свежем воздухе. Такие мероприятия мы уже не первый год реализовываем в парке Винска-Короче. Когда они встречаются, общаются, действительно живое общение идёт. Михаил Антонов вёл целый проект для ветеранов Великой Отечественной войны. Но в Думе второго созыва ставку будет делать на молодых управленцев. Сейчас у меня есть такая небольшая идея создать школьное самоуправление в двух школах своего округа. Хочется их растормошить, начать, чтобы они тоже действовали и росли вместе со мной. Так же, как я расту в Молодёжной Думе сейчас. Кандидатов депутата второго созыва уже начали подавать свои документы в избирательную комиссию. Пока в списках лидируют самовыдвиженцы, персоны, чью кандидатуру подписями поддержали 50 человек. Чуть меньше представителей инициативных групп или общественных организаций. Молодёжь на самом деле в Ульяновске довольно-таки активная. И по опыту прошлых выборов, например, можно сказать, что ожидается примерно по три человека на каждый округ. Самый активный – это Засвиярский и Ленинский район. В принципе, других районов пока и не закрыто. Время оставить свой след в молодёжной политике региона ещё есть. Пакеты документов в избирательной комиссии принимают до 9 декабря. Уже на следующий день здесь формируют список зарегистрированных кандидатов. Валфимова Кристина Агафонова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Валфимова Кристина Агафонова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Валфимова Кристина Агафонова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.